Привет, зритель. Я сегодня вдруг вспомнила, что давно не ела на камеру. Если вдруг папа болит моя волосина, то так как я сегодня не мыла голову, то я ее не мыла, потому что я как бы изначально не собиралась есть на камеру, но тут что-то сижу, тяплю есть, как вспоминаю, что я, наверное, давно не ела на камеру. Хотела найти резиночку, но что-то как-то не обнаружила. Я давно, видимо, резиночками не пользовалась. Поэтому, может, они и были где, но где неизвестно. У меня тут будет завариваться чай, люань, гуапянь, тыквенные семечки. У меня тут есть кошка, которая у меня еду, которую кошки есть, не ела. Но вот ту еду, которую я себе сделала, хотя я ее тоже уже сяла, из своей миски она, короче, жрать не хочет. А из миски хозяина, пожалуйста. Так вот, у меня тут винегрет или винегрет, честно не помню. Но ты можешь, если такой любитель сыпануться на чужую ошибку, написать мне камент так, Лёля, ты путаешь винегрет с винегретом. И по винегретом это вот это, а вот винегрет это другое. Вообще заваривать надо не такой температурой, но эксперимента ради мне хотелось заварить этот чай именно такой, прям только что с кипящей. Отдадут ли свою зелень эти чайинки? Или не отдадут? Вообще фоточки этих чаев, что были в СМР-ном обзоре, ты можешь глянуть в телеке. Кошка, не лазай, там нажмешь случайно на что-нибудь и будет трынгет. Вот же жук-то, а! Сейчас я тебе так дам еды. Хулиганка. Ночью хозяин спать пытался. Она ко мне подпрыгивает и кусает меня заново. Я дам тебе шкурку куриную. Тут у нас карельские специи, карельские. Потом, значит, тмин черный. Соль розовая. И больше ничего. И бульон, на котором я потом сварю супы. У меня где-то в начале года был записан кукинг с хавчиком. Вот тебе еще этот хрящичек. Но пока руки что-то не дошли смонтировать, плюс я это как бы... Мне пишется ведь, да? Давно не управлялась телефоном, действительно писалась. Короче говоря, я забыла, на какой она флешке. А вообще как-то у меня тут семеро по лавкам. Корова не доина, дети не кормлены. И две уборки по плану. Завтра уборка. Тут еще это, гора посуды. На шкурку. Кошке нравятся шкурки. Не, я же тут винегрета тут хотела поесть. Вообще тут достатки был и роскошь. У меня было совсем чуть-чуть картошки. Может ложкой его есть. Свеколки такие малюсенькие. Сейчас даже покажу. Это еще большая свеколка. Были две поменьше. Морковинки, морковки, что-то у меня в этом году, к весне осталось столько дофига. У меня столько никогда морковки не оставалось, а как в этом году. Может просто потому, что я сама ее не терла в заморозку, а мне уже дали немного готовой. И поэтому у меня та часть обычно, которая терлась, в морозилке лежала. В этот раз она полноценная. Сейчас я дам тебе еще. Ну и это вот как-то. Моркови у меня дофига. И хозяин бы шкурку съел, потому что она не жареная. Но у нас тут трагедия будет, если шкурку сожрал хозяин. Окошки не дал. А я тебе сейчас немножко дам белого мяса. Так вот, как-то мне не с руки было, а то смонтировать. Плюс у меня еще тут ноутбук. Последние месяца два-три. Как сажусь в монтаж, так большую часть висит, чем работаю. Я полазала, подумала, на планшет. Нашла даже планшет, который можно отмонтировать, не подвисая. Но денег не вам. Те деньги от трех немногих подписчиков на хавчик и на бусте. Не настолько большие, чтобы на них раз и купить этот планшет. К тому же я еще заказала себе насадку свободной руки для диджай за 6 лишних тысяч. Она в пути сюда. А потому... Ну и есть еще кое-какие другие дела, которые тоже требуют ноутбука. А потому, когда отсутствием нормальной мощной техники, весь монтаж идет более-менее... Менее... Более... Менее быстро, чем хотелось бы. Но, если зритель, тебе устала ждать, а ты хочешь там этот... какой-нибудь кукинг, или еще что-то, ты можешь подписаться на бусте, на хавчики, как те три немногие. Если тебе охота какие-то определенные смр, ты тоже можешь подписаться на эти смр на бусте. Ну, или что-то еще делать. Или просто поддержать мой канал, или, может, ты дофига богатый буратин, ты мне можешь просто подарить. Планшет. Хуэвэмэээ пат. Одиннадцатый. Шесть сто двадцать восемь. Шесть Азу, сто двадцать восемь гигабайт внутренней памяти. И тогда все это дело с монтажом пойдет быстрее. А можешь что-нибудь написать в камень, типа, Рюля, ты обнагрела. Или, наоборот, что-то другое. Или что-то из серии желаю тебе подписчиков, которые будут долазить. А я так не нашел. А можешь просто подписаться, поставить палец кверху и книзу, и сказать, Рюля, я с тобой пожрал. Кошка, если бы я знала, что ты человек, я бы тебе дала это крылышко, и ты бы его сожрала. Но, тут такие кости, кошка, для тебя опасные. Поэтому я тебе лучше кусок мяса еще белого дам. А где найдешь такого доброго хозяина, который тебе куриное белое мясо будет давать только так? Ну, а тем любителям, которые любят пожрать, блядя, монитор, не хочется пожрать что-то еще. Ну, или как-то не впечатляет, что я жру, типа, мало. Есть стримы, записи, точнее, стримы, где я практически на каждом стриме что-то жру. Слушай, у тебя лежал кусок хорошего свиного мяса, который меня угостили, и я угостила тебя. Уже готово. И ты этот мясо замариновала, не сочирала, но пришлось мясо вытянуть. Я с тобой поделилась вкусным кефиром на основе закваски Багжа и хозьего молока. Кстати, зритель, если хочет закваску Багжа подешевле или косметику про Бедер, можешь использовать мой промокод на скидку 10% а его форевр ссылка в инфобоксе. Так вот, тебе угостили с этим вкусным кефиром. Ты выпила, попросила, еще тебе дали, и до сих пор этот кефир не соченный. На, хлящик. Я к тому, кошка, что ты зажировась. Я вчера достала из холодильника из морозилки, точнее четыре курини. Курини я запекла их. Ну, примерно в том же, только без перца. Ну, без этой, без корейской приправы. На! И они такие малюсенькие оказались. От них было совсем чуть-чуть бульончиков. Я добавила туда водички, кинула туда, очистив картошинку, морковинку, укропа, солью у меня забодяженный был. Ну, типа, как-то, сварила это, и у меня примерно на три раза случилось. Ну, в смысле, на еще раз осталось. Ну, типа, у меня супа не было никакого. А надо было супа. Что у меня тут? Ну, когда так усохло, что на вилку не подцепляется. Вообще, тут был сабантуя один. И с этого сабантуя осталось много еды. И я еще делала салат, потому что на следующий день просто сабантуя ко мне приходила подружка. Еще там этот салат получилось всего очень много. Хорошо, у меня была еда, которая меня укортили. Еда, которую я делала. В итоге, день пять я ела эту готовую еду. И что-то так привыкла за эти пять дней есть готовую еду. И что последние два с половиной дня в таком афиге было, думаю, блин, как я вообще жила? Что я делала? Что я готовила? Что вообще можно готовить, чтобы пожрать? Как там это видится? Я что-то давно не управляла с телефона. И салатик видится, и курочка видится, и чай. Чай. Чай отдал часть своего изумрудного цвета воде. Где-то там животное. На. Чего? Доелось, что ли? Или не дошло еще? Так. Это там еще было или крылышко. Обычно я как-то ее кладу, и у меня это, ну, боком я ей ножки достаю, и крылышки. Я тут-то сначала крылышко отзабачила. Грудку по... вилкой полапала. Короче, курица у меня вот так стоит, по ходу дела. Но она на самом деле была в этом пакете для запекания и на противне. У меня еще теперь есть круглая стеклянная форма, но она в мойке. Потому что я вчера как раз сделала эту маленькую курочку. курицу. А чтобы бульон как-то удобно потом перелить, и чтобы он внезапно не пролился вдруг, или пролился туда, откуда не вылится, я взяла эту салатницу огромную. Я даже не уверена, что винегрет едят с курицей. Потому что последние полугода, когда я запекаю курицу, она у меня как-то без гарнира. Я ее запекаю, мы ее с курицей. А вчера съехать эти четыре маленьких голени, я поняла, что хочется курицы запеканной. Плюс я вчера еще сварила овощи на винегрет. Съела? В итоге, да? Тут вон хрящик, кошка. Ты любишь хрящики. У меня сначала час делалось на 100, где-то 90 градусов. Потом еще минут 20 где-то. А потом я забыла, что она как бы уже готова и надо бы поесть. побоялась, что она остынет. Вроде правильное дело, но мне все что-то куда-то спало за это платье. Ну, короче говоря, еще потом 10 минут добавила 180 градусов. Чисто чтобы она была как бы теплая. А, ну, даже горячая в итоге была. у меня там три страницы осталось дотайпить. Я к самогрека. Я планировала потом замутить творожную запеканку. Потому что творог изморозилки все равно достал, он разморозился. Кошка, откуда тут твоя волосина, а? Так вот, раньше на ноутбуке можно было в фотошопе работать и монтировать, ремонтировать, но оно сохраняется и что-то еще делать. А последние года два ремонтировать. Ремонтировать. Ну, то бишь, если делаю монтаж, то попутно пытаюсь что-то сделать, еще у меня все слетает нафиг. А вот если делаешь фотошоп, то, допустим, в этот момент можно что-то еще запушать. Тудерольк. Никто в комментах не сказал по поводу хотим дегустацию чая. Ну, конечно, там по большинству смотрели те, которые по Самеру. Ну, что же, обидно, досадно. потому что уже на какой-то третий, наверное, по счету ролик, где я какую-то тему озвучу и заказала, эту тему игнорят. Ну, думаю, ладно, не надо, не надо. Ращик, что ли? Так вот, запеченная целиком курочка, ну, в смысле, потрошенная уже, которая продается потрошенная. В пакете намного вкуснее, чем если ее сварить. Ну, бульон там на суп мясо сожрать, да, а то тут ты запекаешь, она мягонькая такая становится, даже бруска ее. Я недавно открыла для себя, что бульон от курицы в пакете можно использовать, допустим, для супа. Причем для супа для человека, а не кошки скормить жерейку. Хотя, бывает, что у меня как бы еда есть и две или три курицы за неделю есть вот эта жерейка, а кошка что-то хочет, но ничего непонятно. Легче отдать ей эту жерейку. Хотя, по случаю, ее можно просто заморозить, эту жерейку, вам достаточно заморозить и своей суп. Ну, использовать там будем солья. курица. была на килограмм 600 с чем-то, но это была самая маленькая курица. обычно я беру там на килограмм 300, на килограмм 400. Кушка, ты наелась, да? Смотрю, больше не попрошайничаешь, не пытаешься скоммунизить твои выставилки. Опять твоя волосина. У меня такое ощущение, что пока за камерой ходила, ты ходила вокруг тарелки с винегретом и трясла своими волосами, типа, волосы кошачьи, лучшая приправа. Большой сегодня купила, ну, выкупила, потому что он пришел у меня три назад, если не четыре. Я заказала его уже неделю назад. рюкзачок вместо сумочки. Ну, типа, как рюкзачок, сумочка. Без стяжек, просто я в руку видела рюкзачок, я понимаю, что он мне совсем не подходит, вот если замена того рюкзачка, хотя тут еще более-менее может пожить. Но у него нету ни поясной стяжки, ни вот грудной стяжки. И карманчики по бокам не такие, как под бутылочку с водой. В принципе, под бутылочку с водой мне единственный рюкзачок, который вот я в спортмастере я тогда купила. С которым я езжу. Наверное, все внутрь убирали петлочки. А вот он мне очень понравился, я сначала его на Алике увидела. Во-первых, он в три раза был дороже, во-вторых, пока он с этого Алика дойдет. А потом увидела на Веберис. 770 рублей удовольствия. А потом я обожду. так-то я его пока только сфоткала и близкую приятелю скинула. А мужа хотела с моими восторгами поделиться. А он трюпку не взял, когда ему звонили. Кошка, неужели еще хочется есть? так. Вообще это одного винегритика мне бы было бы ломо. А ломо? ломо? мы свалили в комнату конечно это удобнее вилкой подбирать я еще так использовала одну штуковину через которую лежишь для салатов, круглая такая с крупными дырками короче на большой кусок рот разуется у меня такое получилось в салате одну мою подругу в детстве мучили подсолнечным маслом нерафинированным да теперь я на винегрет езж исключительно с майонном а я майонез не ем у меня его обычно нету чего? на подожди, удостоверюсь, чтобы тут не было никаких непонятных штук на кошка, ты вроде с виду наелась а собиралась свалить в комнату а оказалось не наелась и вот ластицы обновлю я же тебе кинула ты что, уже съела что ли? у меня тут что-то такое было и вроде кошка по идее не должна была есть а, я ж купила себе семечки эти в СМЛе, которые я показывала тыквенные ну я уже привыкла, что они с Тишей жрали этот кабачок тыкву сырую тушеную запеченую ну тут я и сделала этих семечек тыквенных посушила, думаю, сейчас вот они как бы достала их с этого из духовки они подостынут, я их очищу, съем они подостыли пока я тут то-се их съели без меня я пришла к выводу раз уж кошка у меня жрет тыквенные семечки уж не лишать же эту кошку тыквенных семечек она их жрет прямо в очистках я оказала себе чеченых тыквенных семечек даже пасту сделала с ними ну в смысле хотела измельчить, но что-то у меня терпения не хватило довести до урбеча я добавила финиковый сироп а у меня получилось что-то типа халы надо будет куда-то эту курицу определить, так чтобы и она нормально себя чувствовала и при этом ее не скомнизили, в смысле не сожрали без спроса у нас тут остается одна ножка одна кривочка почти полноценная оглушка я ее тут немного поковыряла сейчас я перерывусь и уберу курицу куда-нибудь сейчас я перерывусь и уберу курицу куда-нибудь как бы тут убрала пока в духовку эту курицу пахнет так это? чуть-чуть иначе, чем с сухой заваркой ну и этим горячим, когда заливаешь, что он... листики сразу открываются половина цвета... ну конечно они уже весь свой цвет потеряли именно изумрудный, но половина одного цвета другая одно темнее, другая светлее полностью раскрылись цвет заварки как у обычного такого, ну как бы у хорошего зеленого чая сейчас узнаем, как оно по вкусу так-то это заваривать 70-80 градусов но у меня как-то температура в первый раз была чая еще мармеладик есть и даже не самопальный а подружка к чаю приносила как-то пятерковый короче говоря, это... нет у меня тряпочка для протирания воды упавшей на стол шоколад каленка короче, по виду он как хороший такой крутой зеленый какой-нибудь там белый, желтый, фиг знает чай а по вкусу он с легкой такой горчинкой как если вы гуанин завалили с кипящим таким кипящим кипячком немножко похож на тайпингу ахуа куй тот, который такой длинные такие листчики ну, листочки там три или два-три листика почечка и оно так распускается, раскрывается а сама заварка под дыне вот там сантиметров десять палочка такая и вот он слегка весенними цветами отдает и легкая горчинка, а тут горячо ой-ой-ой, куда? у меня там фоном еще есть компот из черной и точнее из красной смородиной черники из морозилки вот если не всю заварку выпивать, а разбавить одним и другим то эта горчинка практически не замечается приятный чай ну и цена у него приличная 386 рублей как-то хотя нет этот я на зон покупала ну, где-то так и стоит, наверное за 50 грамм 386 это будет 50 грамм за тайпинг хау куй а этот около 300 рублей 300 с чем-то 310, 315, как-то так хотя вот тут у меня за теоретики правда светлее есть чисто изумрудные есть такие ближе к такому желто-зеленому есть такие что последние так что которые тут в заварке стали такие желто-зеленые ну теплые такие зеленые вот они, наверное, как раз те и были три кусочка лавенки и закончилась сезон у меня камера-то сейчас звезды звезды снимает выходила вылечивая бумажный мусор На сожжение И видела человека на велике Правда там вот где тенёк, там снег Где не совсем тенёк Там частично снег Что-то тут у меня вылезло Уведомление Не забыть бы Я тут 40 дней занималась А подряд по приложению японским А в какой-то день мне так фигово было Я дошла на улицу, на лавочку На качельку в парке посидеть Дошла до качельки, села Поняла, что то ли улица кривая То ли обморок сейчас Ну в смысле такая полуобморочная Мне прилетает напоминание от предложения Что я с ним позанималась Я думаю я тут не в зуб ногой Приду домой позанимаюсь Пришла домой ещё примерно так же не в зуб ногой И где-то к ночи лежу Сна ни хрена Минут 5 наверное уже этого Во-первых я думаю блин Я же забыла позаниматься И там это весь день все эти достижения за 40 дней вымылись Ну как бы это обнулилось и заново пошёл отчёт Вот сегодня не забыть позаниматься Когда мои мозги совсем не соображают Я ищу самые простые слова Которые я более-менее помню Ну как бы помню я их вообще Но они там по большей части на конди Посохла Внутри такая желейка-желейка А сверху такой слой сахара-сахара Пятёрковский шарлиз мармелад С ароматом персика шо ли По составу более-менее вменяемый даже Даже съедобный Ну просто как-то это Угостили меня этим шарлизом Мармеладом Как не пойми ещё А ещё у меня тут где-то есть Это сахаренная хрен знает с какого века Малиновое варенье Вот я так и не поняла Оно истинно малиновое Или там малина красная с мармеладом Или ещё щебда У меня тут была мягкая белая булочка Сегодня купленная И я хомячила чай С мягкой белой булочкой Политая этим вареньем Не то чтобы мне супер холодно У меня такая щель Не, ну в смысле Напроветривание Но мне то холодно, то жарко Я вчера ещё упёрлась В тёплой зимней куртке А на улице было Плюс 10 градусов То ли на солнышке То ли вообще А я что-то даже не подумала Что тепло В тёплой куртке В тёплом шарфе В тёплой шапке В тёплых штанах В тёплых носках В тёплых сапогах Я такая Ну короче был момент Что сначала мне было сложно Снять шапку Потом шарфик А потом прискакали в сад Я думаю Сейчас я Расстегнулась уже Ну сниму на пару минут Эту куртку У меня аж руки Прилипли к этим рукавам Курковым Ну и чё Спина вспотела У меня хоть там и была Тупо футболочка лёгонькая Видимо Пара минут даже хватило Даже минуты наверное хватило Я к вечеру чихалась Сегодня думаю Может мне ванну сделать С спелой Противопростудной Которую Полина дарила Да и чё Может с молоком и павец У меня курица закончилась Но во вторник вроде как Грязица снова появится Я купила сегодня Хлеба и молока Ищу курицу Да До меня говорили Что я давно не делала Обзора Закупки еды Но как-то у меня Еды дофига А я Ну Заканчивается молоко А мне надо чай разбавить Зелёный Я иду в магазин Покупаю молоко Внезапно понимаю Что у меня Неделю назад Купленный хлеб Откинул копытом Самой готовый хлеб Силнет Я иду в магазин За хлебом Тут вдруг выяснилось Что у меня яйца куриные Закончились Пришлось ещё яиц купить Ну а в морозилке У меня там кусок мяса свиного есть Но Я вчера что-то поняла Что я хочу курицы Ну а потом курицу запёк Это и кошка сытая И мне нормально Он пьётся обратно Так что зрители у меня Что-то таких конкретных закупок Давно не было Куды На возьмёк Ну так как я купила Доказала насадку На камеру За 6-7 тысяч С одной стороны Оставилось денег Чтобы ну и пожить там Более-менее нормально Но не шиковать С другой стороны Вроде еда есть Ну я там эти всякие Крупы фигачу себе Я вспомнила Я вспомнила Что у меня картошка была Ещё немножко Свёкла Там морковь нашлась Что-то вот такое делаю У меня там это пюре Быстро Растворимое есть Когда очень хочется есть А еды готовой нет Которое я ещё по-моему летом покупала В прошлом году То, которое в составе Одно пюре В смысле картоха Я достаю там Какое-нибудь соленье Развожу эту пюреху Хотя Ну там Масло полил Сливы Масло положил Молока долил Воды добавил Размельсал Что ништяк Поэтому как-то У меня что-то не получается Пока закупку делать Ну может если были бы Были бы лишние деньги Может я бы закупилась Как-то так А то у меня даже Половина в морозилке Как-то сейчас Более-менее свободно Но Как-то вот Так как лишних денег нету То я стараюсь Есть то, что у меня уже Ещё есть Там типа всякие Хрупы какие-нибудь Делала тут одно время Кашу Тыква Пшонка На воде А молока Добавляла уже в тарелку Вот так вкуснее, кстати Так что зритель Ждущий Обзор Закупки еды Ты можешь подписаться На густи На третий уровень Я там создала Про который я как-то говорила Не помню где Но никто не среагировал А можешь подождать Когда у меня Внезапно появится С какого-нибудь Припугу день Мне захочется Закупиться Я пойду там За фруктами За всякой такой фигнёй Калбасой С сыром Кучей всего И будет тебе счастье Ну или довольствуюсь Обзорами Еды Бутовухи Сазон и Вейперис Которые иногда бывают Которые бывают чаще Чем Закупка еды Иного плана Ну и да Я тут себе позволила Закупиться чаем Правда Один мне тупо Ну не зашёл Потому что Всё-таки Мне больше нравится Из белых чаёв Боимудань А другой оказался Как земля Колодец дракона Третий раз уже покупаю Причём Ну как бы Очень завышенная цена За то качество Что в итоге выходит Хотя вот Гландия церемонии Очень даже хорошая Внезапно А я посмотрела У них Отзывы На зоны Вейперис На их Колодец дракона Поняла Что хорошо Что я у них Не заказала Ну как земля Вот странно Такое ощущение Что сейчас В Рашке Купить Колодец дракона Такая же проблема Нормальный Колодец дракона Как Вот последние года Полтора Как Японскую Мать Сэнчю Ещё какую-нибудь Даже вот Хоть зитя Японскую Можно найти Китайская хорошая Японская хорошая Можно найти При случае А вот Сэнчю И мать Тёхрен Хотя Вот я тут Пью В другом чайнике Сегодня днём пила Жёлтый чай Сою В России Сделано Вот этот Краснодар Краснояр Я их путаю Хороший Жёлтый чай Чё-то около 300 рублей За 75 грамм Но я в наборе Покупала Там по 270 Вышла Срыла Там Пуэр у них Хороший И вот этот Жёлтый чай Хороший Ну почему бы Тогда колодец Дракона не делать Или допустим Ту же Сэнчю По образу и подобию Или ту же Матю В Рашке Чай растёт Свой И вообще неправильно Почему в Рашке Чай который растёт В Рашке Он дороже Чем допустим Какой-то дурацкий Гринпил Который Под Питером Распасовывается В Китае Закупается И у этого Гринпил До качества Хуже чем у этого Рашкинского чая Иногда по большей части И от того Что если в России Что-то производится Почему оно Стоит втри дорого Чем допустим Какой-нибудь Импортированный чай Какая-то странная Политика Экономическая Внутренняя экономика Внутриэкономическая Политика Короче Он из зелёных чая Этот и с молоком Вкусный Наверное У всё зрители Мне ещё там Это Три страницы Было делать Потому что Мне даже Редак сделали На Тарт У меня Клина нет Ну мне надо Маклин делать И Тайп делать Потому что Всё как бы В одно лицо Но у меня перед этим Ещё и Магирака Случилось Причём я сама И человек И напинала На эту Магираку Вот Жалко что я один И там и там Никак одной Одновременно И то и другое Не сделать Так вот зритель Если ты хочешь Каких-то хавчиков Ты можешь подписаться На Бусти Вот здесь Вот вот облачко Если вначале Ещё не было Если ты хочешь Каких-то хавчиков Но не хочешь Подписываться на Бусти 300 рублей в месяц Кстати На хавчики То ты можешь просто Мне тупо задонатить Написать там Ссылка в инфобоксе На куда-нибудь Кинуть Баблась И в сообщении Приписать Лёля Я хочу Чтоб ты пожрал Чё-нибудь ещё Единственное Пицца Я сейчас не жру Роллы Я даже не знаю Где у нас Можно в меняемые Купить Чтоб не отравиться При этом Про шаурму Я вообще молчу Модер Чати Гастримов Всё её ждёт А я тут Увидела В отзывах Поняла Что шаурму Нормально Можно купить Только в Мышкине До Мышкина Ехать надо У меня нет Транспортного средства Или того Кто бы меня Спёз Вот этот Мышкин Чтобы купить Там шаурму В ресторане Или в каком-то там Месте Где она продаётся Но я могу Что-то сготовить Всё-таки Хочется ещё чая И поесть Тебе С тобой Но камеру Смоё Поесть С камерой Для того Чтоб потом Ты это Увидел на канале И прождал Вместе с этим видео Сам Сама Сами Само Ну а если я что-то обещала Давно записать Но забыла Я это не хавчик А ты при этом хавчики Смотришь тоже Просто напомни мне В комментах Я постараюсь Исправиться Всем спасибо За просмотр Я надеюсь Вы пожрали Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok